Я очень люблю комиксы, баббл, и... Не, можете сказать, что не любите, на самом деле. Я не заставляю. Пистолет у кого? Ну что, давайте поиграем в игру. Мы будем задавать вам вопросы. Вопросы по комиксу «Майор Гром», по всему рану великолепного господина Габрилянова. Боже мой, я только вчера перечитывала этот комикс. Теперь я вас погоняю по вопросам. Раз уж вы так любите комиксы, то... На чьей вы стороне? Сразу. Вот два парня сзади вас. Один и второй. Игорь Гром. Он классный, на самом деле. Очень классный персонаж. Очень сильный, харизматичный. Не знаю даже, как еще его описать. Классный, да? Тихон, да. Гром тоже. Тихон Жизневский. А Саша Сетейкин, который Дима Дубовна? Да, он очень классный тоже. Сетейкин тоже на роде Димы. Ну, то есть мне нравятся они. То есть, если бы вы им что-то сказали, что бы вы им сказали? Да. Можете сказать, им все прямо в лицо. Как вам Дима Чебутарев? Дима Чебутарев прекрасно сыграл свою роль. Я уверена в этом, потому что он прекрасно подходит под роль Олега Волкова. Я так считаю. То есть, вы считаете, борода, ничего не смущает, все хорошо? Ничего, потому что он тот самый альтернативный Олег Волков. Хорошо, альтернативный. Кино-киношный. Киношный подходит великолепно. Хорошо, а Сергей? Сергей как? Сергей Розумовский тоже киношный, очень хорошо подходит. И что они мои герои? Все. Здорово. Мне тоже нравится Олег Волков. Потрясающее попадание, мне кажется, по харизме это Жизневский. А Жизневский вообще, по-вашему, вытянет? Это сложная роль. Конечно. Нет, мне он очень нравится, именно вот... Привет. Привет. А как же там Сергей Розумовский, как Олег? Интересно, но я не такой большой фанат этих двух персонажей. Я больше люблю положительных героев. Так. Да, я существую. И таких нет людей просто, да. Ну вот что бы ты сказала ребятам, вот, а артистам, которые будут смотреть это видео в том числе и все будут пересматривать? Не останавливаться и двигаться дальше, и быть такими же классными. Трудно. Мне кажется, это спасибо большое. Спасибо большое. Да. Привет. Значит, Громб и Дубин. А все, а все, а все. А надо было раньше, а все. Ну, короче, думаете, Жизневский не похож будет на Шустова и Кольцова? Я надеюсь, что он не будет похож на них, а будет совершенно другой, новый, еще лучше, еще круче. Как этот? Ну где же я одуванчик? А теперь все, о съемке. Ура. Моя всегдаочка отдано Димечке Дубину, поэтому... А рыжий цвет волос на другое намекает, на самом деле. Ой. Здрасте. Здрасте. Смотрю в тебя, как в зеркало. Да, просто. Мне кажется, это моя сестра, и мы нашли. Мы вас очень любим. Мы вас тоже. Очень любим. Я бы не сказала, что это мой любимый персонаж, несмотря на то, что он главный. А кто любимый? Вообще, я написала, что Дима Дубин. Так, слукавили. Как зовут актера, знаете? Александр Сетейкин. Да, Сетейкин. Да, возможно, станут вторыми Бэтменом и Робином. Бэтменом и Робином? Настолько интересные. Ну, тогда можете сказать, вы все это лично в лицо. Для вас маленький сюрприз. Ой, жду очень сильно, как бы мы ждем всем фандому. Я лично жду рассказ о нетипичной полиции нашей, о том, как существует антигерой. Ну, конечно же, Олега Волкова ждем, просто интересно, какую он там займет позицию, что он там будет делать конкретно. Надеюсь, не просто стоять около Сергея и такой, я его очень охранительный, здравствуйте. Ну, у нас же есть Дима Чеботарев, он классный артист. Да, Дима прекрасный. И вряд ли мы бы взяли просто стоять. Да, я иду к нему на спектакль через три дня как раз. Дима, на него большие надежды возлагаю, так же, как и на молодого Сережу Горошко, который не так много у тебя появлялся. Но он уже дает надежды, только по трейлеру даже. Это очень странно, но хочется ему спасибо сразу сказать даже. Удачу, конечно, они заслуживают хорошего всего. Спасибо. Господи, подрасьте. У меня тут с подругой. Что вы такие крутые? А Дима Чеботарев не ждет, когда приходит к нему. Он приходит сам. Персил. Мальчишки, блин. Мальчишки эти. Они с такой теплотой относятся к нашему фандому и к Сераволку. Я видела, что Дима надевал пинт с Сераволком. Это очень приятно, очень тепло. Спасибо им за то, что они с душой подходят к каждому проекту. Особенно к этому мы подошли действительно с душой. Спасибо им большое за это. Ну, стараемся. А еще один сюрприз хотите? А вот. Вот, у нас такое маленькое шоу сегодня. Мы рады вас видеть. Надеюсь, вы рады немножко. Простите, что я его зелененьким назвала, правда? Ну, это горошек же, правильно? Зелененький. Все нормально, я привык. Меня очень зацепил Разумовский. Потому что, на мой личный взгляд, он показан несколько иначе, нежели в комиксе. Я бы даже сказал, совершенно. Вот. Но я сужу просто потому, что я вижу в трейлерах и промо-материалах. Там есть персонажи, которые не появлялись, типа Олега. У меня произошел некоторый диссонанс внешности. Борода помешала? Не то, что борода, а в принципе внешность человека. Да. Но потом я начала вглядываться уже в промо-ролики помимо трейлера. И я понимаю то, что, ну, скорее всего, это будет прям хороший Волков. Прям соответствующий. Прям соответствующий. То есть он больше характером вывозит. Передает чем внешность. То есть как вы считаете, Горошко и Чебутарев вместе победят? Победят, конечно. Все фанатовские сердца завоюют? Абсолютно. Ваши завоюют? Да, абсолютно. Уже. Ну, спасибо. По кадрам с ним видно, что он как раз-таки такой романтик, который он был в первых выпусках «Майора». То есть в оригинале, в самом каноне, да? Да, канонично очень. И гром такой, то есть он и серьезный, как бы и с юмором такой. Классный, да? Да. Абсолютно согласен. Ну, конечно. Ой. Сюрприз у нас для вас. Здравствуй, дорогой. Ой. Браво! Очень хочется увидеть, как обыграют Разумовского. Ну, в принципе, потому что это такой интересный персонаж в плане того, что у него там еще вторая личность, можно назвать. Ага. Ну, там классные ребята. Там Тихон Жизневский, который играет в «Майора Грома», «Крысавчик» везде теперь. Там Сережа Горошко, Сергей Разумовский, Дима Чеботарев, Олег Волков. В общем, с 1 апреля мы всех вас ждем в кино. Иди тоже сюда, дорогой товарищ. Че ты встал там, девушку свою подставил? Все хорошо? Да, можно? А, Джей, я больше фанат, чем я. Продолжать, продолжать делать то, что они делают, потому что они делают, на мой взгляд, идеально, и прокачивать этих персонажей, дополняя от себя что-то, потому что, ну, мне кажется, они идеально подходят. Они, в принципе, все услышали. А вот и мы. И, наверное, будет странно их сравнивать, потому что это могут быть совершенно разные персонажи. От Димы, Дима, знаете, Дима Чеботарев. Да? Угу. Ладно. Он красивый. Хорошо. Да. Достаточно? А про Сергея Разумовского, он же Горошко, как вам кажется, подходит? Да, по-моему, очень подходит. Да, это тоже такая граната немножко непредсказуемая. В этом Димы Разумовского я жду непредсказуемости. То есть в любой момент вот просто он может что-то сделать совершенно безумное и, так сказать, например... Вот так! Вместе, мы вместе. Давай фоткаться. Для начала обниматься. Все равно подброшу. Дмитрий, садитесь, у меня к вам пару вопросов.